Добрый вечер. Не знаю, кто меня слушает, я с кем-то знаком, с большей частью не знаком. Меня зовут Мир Антопольский, организация «Место встречи». Так, почему-то у меня появилось лицо. Извините, пожалуйста, это вот. Сейчас, секунду, сейчас, сейчас. Кто-то влез своим лицом. Техническое. Меня слышно? Да, слышно отлично. Если есть какие-то проблемы, то я тебе буду писать, говорить. А если я не говорю, то значит, все нормально. Давай, тогда верни, пожалуйста, меня. Сейчас вижу тебя, все отлично. А я вижу только, я сегодня. Так, нормально? Нет, я почему-то себя не вижу. Ну, хорошо, я себя не вижу. Я вижу Натана, но буду в качестве собеседника видеть Натана. Итак, мы начинаем нашу серию лекций уроков относительно Иерусалимского храма. Я не знаю, поскольку я не знаю всех своих слушателей, то я не знаю, как бы, я подозреваю, что их есть люди очень подготовленные. И если я буду говорить какие-то очевидности, то вы меня потом в этом заметите, я их уже смогу начать перескать. И, с другой стороны, если я говорю, употребляю какие-то термины, которые непонятны вдруг, случайно, то тоже управляйте меня, и я буду стараться их разъяснить. И сегодняшняя лекция, она вступительная. Прежде чем мы начнем пытаться понять, что происходило в храме, какой смысл тех или иных вещей в храме, то сегодня мы поговорим просто о чисто физической стороне дела, о архитектуре, об устройстве даже. Даже не архитектура, это громко сказано, мы не будем вынуждать подробностей оформления и строительства храма, попробуем понять его общее устройство. На экране появляются какие-то разные процессы, я не знаю, что они значат. Если вам все хорошо видно, то я счастлив. Но вот сейчас появился Натан. А сейчас появилась какая-то фигура, о которой мне ничего не понятно. Не реагируй, все нормально. Не буду реагировать. Хорошо. Итак, для того, чтобы понять, как был устроен храм, неплохо бы понять, какие источники на основании, каких источников мы вообще можем узнать о том, как устроен храм. Ведь никто из нас храма не видел. И те реконструкции, которые можно видеть в литературе, даже в самой добросовестной, надо понимать, что они реконструкции. И ни одна из них недостоверна вполне. Даже реконструкции, не реконструкции института храма, не реконструкции, сделанные там крупнейшими учеными, которые занимаются этим вопросом, они недостоверны. Это предположение относительно того, как храм выглядел. Поэтому постарайтесь не подчиняться визуальному ряду, который вам навязывает литература. Не все, на самом деле, так хорошо известно и понятно. Это, а что мы знаем? Какие у нас источники на основании, чего вообще можем пытаться понять, как устроен храм? Во-первых, это и в основном, и в первую очередь, это литературные источники, тексты. Вы скажете Тора. Это верно, но Тора, которая очень подробно описывает, она подробно описывает не храм. Во всем Пятикнижии храм не упомянут ни единого раза. То, что упомянуто в храме, в письменной Торе, это мешкан, переносное святилище, в котором молились евреи до того, что вошли в страну Израиля, и часть времени после того, часть периода судей. Этот мешкан, кстати, имеет важные, по-видимому, корни в доегипетском, еврейском быте, или даже, может быть, в быте тех племен, которые родственны нам, не обязательно именно племени сыновей Якова, о каких-то близких родственных племен, потому что в Тимне обнаружены остатки переносного святилища, которое установило там некоторое семитское племя рядом, недалеко от храма египетской богини. В Тимне египтяне были хозяевами, а наши предки, или, может быть, не прямые наши предки, наши какие-то дедья были там работниками. И если хозяева, египтяне молились своей египетской богине в здании, то семиты, которые приходили туда трудиться, молились в переносных святилищах, похожих на наш мешкан. Мы не знаем, были ли эти семиты уже монотеистами, но подозреваем, что да. Но что мы точно не знаем, что они были категорическими противниками изображений. И первое, что сделали эти наши предки, как только египтяне отлучились на минутку, это разгромили статуи египетских богов, которые там были. То есть некие наши предки, которые молились в переносных святилищах еще до того, как они попали в египетское рабство, они точно были иконокластами, они были противниками изображений, возможно, и монотеистами. Итак, наши предки молились в переносном храме, а в этом переносном храме мы читаем тексты Пятикнижа. Описание первого храма, здания, которое построил Тальш-Ломо, примерно за тысячу лет до начала христианской эры, мы читаем в двух местах. В книге Малахин и в книге Деверия Ямин, книги Царств и книги Деверия Ямин, как-то говорит, пароль, короче, Деверия Ямин, не помню, как она называется в христианской библии. Эти два описания очень подробные и очень хорошие. У них есть две проблемы. Во-первых, они противоречат друг другу. Описание Малахин не совпадает с описанием Деверия Ямин, хотя, казалось бы, они описывают одно и то же здание. И с этим фактом надо что-то делать. В принципе, и в еврейской традиции, и в науке принято считать, что книга Малахин древнее и авторитетнее. Книга Деверия Ямин более поздняя, менее авторитетная. Но все же это не позволяет нам как бы отбросить те особенности, которые описаны Деверия Ямин и пренебречье. С ними надо что-то делать. Вот немножко это обсудим. В дальнейшем будем касаться этого вопроса. Более серьезная проблема с описанием и в Малахин, и в Деверии Ямин стоит в том, что мы не понимаем всех слов там. Или скажем так. Сейчас уже по видео мы понимаем, после того, что я вам сейчас расскажу об исследовании. Но читатель, который впервые начинает читать этот текст, читает ли он его на иврите или в переводе, он не понимает там всех слов. И поэтому не совсем очевидно, что же там описано. Дополнительным источником в отношении первого храма является книга Иосифа Флавия, но она, безусловно, вторичная. Иосиф Флавия писал позже, чем книга Малахин, и чем книга Деверия Ямин. И про видео он писал, зная текст писания. Если он что-то и добавлял, я не думаю, что на это можно сильно полагаться, в отличие от описания второго храма, которого он был живым свидетелем. Итак, это более-менее все, что у нас есть про первый храм в литературе. Но у нас есть еще и археология. Археология, понятно, не самого храма. Как известно, храм в Игоре не было никогда, так и проводились археологические исследования. Да и вряд ли будут когда-нибудь, по крайней мере, в обозримом века. А кроме того, даже если бы они там и проводились, то я почти уверен, что ничего от первого храма найти бы не удалось. Потому что первый храм был разрушен очень обстоятельно вавилонянами, а затем был на этом же, точно на том же месте, непримерно, не сбоку, ровно на том же месте, был построен второй храм. Если вы строите новое здание на месте старого, то ясно, что старого даже если что-то оставалось до этого, то теперь совсем почти ничего не осталось. А кроме этого, после этого римляне разрушили второй храм, и потом еще было построено, еще было и некоторые попытки построить те или иные здания, и наконец там было на месте этого же места, на месте храма был построен золотой кухня. Поэтому ясно, что остатков первого храма самого, таких остатков, которые нам что-то расскажут и в архитектуре найти невозможно. Мы можем найти там те или иные какие-то камни, куски стен, которые мы понимаем, что они относятся к, может быть, относятся к эпохе первого храма, но ничего основательно мы там не найдем. Как же я говорю, что археология нам может понять устройство первого храма? Я говорю, потому что найдены храмы близкие по времени и по духу, и по происхождению к храму Таряш-Луму. Это две группы храмов. Первая группа храмов – это языческие храмы, абсолютно языческие. посвященные богам, множественные, но народов близким к евреям по происхождению культурно-семитские народы. В основном мы говорим о храмах, найденных в Северной Сирии, в Восточной Турции, в Северном Ираке. Это те места, откуда происходит еврейский народ, откуда пришел Авраам Абин, и места, с которыми оставалась культурная связь. И поэтому не так было удивительно обнаружить, что примерно за 200 или за 300 лет до строительства храма Шлумо, там были построены храмы, которые очень точно подходят под описание, точно это громко сказано, подходит под очень много параметров описания храма, построенный в Северном Шлумо. Ну вот давайте возьмем, сейчас нас поиментируем с картинками и посмотрим одно из таких. Вот вы видите план храма, найден в Эндаре. Эндара, место в Северной Сирии, недалеко от турецкой границы. Кстати, мы, к сожалению, не знаем, пережил ли этот храм гражданского ему в Сирии, и что от него там осталось. Так открой шире, чтобы все видели, а не видно. Да, предел открыл. Нет, нет, нет. А вот прямо на экран поставил, значит, что это я. А вот почему, кстати, мое лицо все время не видно? Почему я вижу все время? Сейчас, может быть. Лицо оставь, а сейчас объясни мне, вот это вот, на картинку ты нажал, она у тебя раскрылась? Да, вот номер раскрылась. Вот она, значит, сейчас она большая на весь экран. Сейчас она на весь экран. Хорошо. Вернули запись? Да. Вот, вернули. Итак, вы видите у себя на экранах план храма, который найден в Северной Сирии. Как я сказал, мы не знаем, к сожалению, не разрушил ли его бои с Таишем и всякие прочие мерзости, которые происходили в Сирии, но, к счастью, он был, по крайней мере, очень тщательно изучен и обубликован, по крайней мере, на этой Таишем. Так вы видите, что в этом храме мы видим все части, которые мы знаем и которые мы сейчас будем, о которых мы будем сейчас обсуждать, которые есть во втором, были в первом храме, святая святых, и халь, или просто святая, портик на входе, две колонны буаз и ехин, и еще всякие мелкие подробности, на которые мы сейчас не будем тратить время. этот храм очень похож на Иерусалимский храм. У него есть одно, но очень важное отличие. В святая святых этого храма стояла статуя, стояла статуя того самого бога, которому там поклонялись. Таким образом, Иерусалимский, с точки зрения археологии, Иерусалимский храм, храм царя Шумо, был, в общем-то, построен по общесемитским и даже, может быть, общеближневосточным принципам строительства храма, кстати, отличающимся от храма, скажем, отличающимся от храма египетских, например, или древневерических, мы говорим именно о семитских корнях. Отличаясь от него одной очень важной принципиальной особенностью, в нем не было изображения бога, не было статуи. Вернулись? Я вернулся? Да. Второй группой храмов, которые являются археологическим источником рассказа о первом храме, являются еврейские малые храмы. На протяжении всего рассказа Танаха, любимым занятием пророков является борьба с тем, что евреи, находясь в тех или иных, живя в каких-то городках, близко или далеко ли от Уксалима, предпочитают молиться всевышнему. Мы не говорим о язычниках, мы не говорим о тех, кто молится чужим богам, такие тоже среди евреи попадались. Мы говорим о евреях, монотеистах, верящих в единого бога с четыребуквенным именем, однако же молиться они бы предпочитали у себя дома, в своем городе. Понять им было можно, если вы живете, скажем, на голландских высотах, и вам надо прийти на праздник в Иерусалим, то на осле, по бездорожню, иногда в промежутке есть войны, враги, дорога, можете себе представить, занимает долгие дни. Далеко не... Ну вот сходить вот на каждый праздник, и на суккоты, и на фесах, и на шивот, сходить в Иерусалим, задача малореальная для... Я уж не говорю о том, что вещь идет о крестьянах, которые должны бросать свой денудеический труп и идти в Иерусалим. Поэтому многие из них ленились, и даже просто не могли этого себе позволить, и поэтому копии, аналоги Иерусалимского Урхана строились в разных местах, где жили евреи. Найдено довольно много таких. Самый знаменитый это храм Бораде, действительно, достаточно далеко расположенный, а самый недавно найденный и тоже произведший большой фор в геологии, это храм в Моце. То есть даже на таком небольшом расстоянии, сейчас это полчаса езды на машине, то есть, ну, наверное, можно было и за день дойти, в принципе, напрягшись до Иерусалима. Тем не менее, кто-то построил копию, аналог Иерусалимского храма в Моцаре, вот ее недавно нашли. Эти здания тоже являются очень близкими аналогами архитектурными Иерусалимского храма, и эти здания тоже помогают нам понять, как же были всякие непонятные слова относительно устройства первого храма. Итак, это источники наших знаний о первом храме. О втором храме мы знаем уже значительно больше, потому что у нас есть, во-первых, Мишна, и Мишна-Недот, и Мишна-Тамид, и куски Мишна-Йома и Шкалим, которые так или иначе описывают разные подробности устройства второго храма. Кроме того, невероятное количество сведений об устройстве храма разбросаны по мудической литературе, по разным местам в Ямаре, по разным местам в Мидраше. К сожалению, есть между этим описанием противоречия. Например, в одном мы описали количество ворот, ведущих храм и двор. Противоречия начинают с самого начала. Мишна-Медот, самый авторитетный и самый надежный источник, в одной главе сообщает нам о семи воротах, а в другом, о девяти воротах, а еще другом, о тринадцати воротах, ведущих храм и дворах. И мы должны с этим что-то делать. Потом, может, для этого обсудим, что-то не будем, но проблема противоречия, безусловно, существует. Кроме того, тоже есть термины, которые нам непонятны, или выражения, которые нам непонятны, которые приходится перетолкнуть. Вторым источником мощным является Иосиф Флавий. Он, конечно, надежный, в том смысле, что он свидетель. Более того, Иосиф Флавий был коином, поэтому бывал в храме. Подозреваю, что не служил. Он нигде не упоминает, что он служил в храме. И мое личное прочтение Иосифа Флавия и сравнение его с Нишиной приводит меня к выводу, что он не бывал внутри самого здания храма. Он описывает его во вторых рук. Но во дворе храм, безусловно, бывал. И на храм в горе бывал, и храм снаружи видел. А то, что касается того, что он не видел, он спрашивал у людей, которые там были. Поэтому Иосиф Флавий тоже важный источник. Но у нас, в результате, тоже проблема в том, что Иосиф Флавий не всегда совпадает с Нишиной. Иногда им противоречит. Иногда в довольно важных вещах. И с этим тоже нам придется что-то делать. Есть еще всякие, более мелкие источники сведений. И, например, Филон Александрийский тоже бывал в храме, тоже пишет какие-то сведения в его устройстве. Римский писатель, например, Тацит, дает там парочку сведений о внешнем виде храме, которые могут нам пригодиться. И, наконец, о втором храме есть, о втором храме остались изображения. Самое знаменитое из этих изображение – это изображение на монетах. Сейчас мы… Сейчас мы это вам покажем монету. Давайте мы ее увеличим. Да, видим, отлично. Вот. Вот. Это хорошо известная монета. Как видите, она отчеканена не во время храма, она отчеканена барковой, следовательно, примерно через 60 лет после разрушения храма. Но через 60 лет люди помнили, что они изображали. И, безусловно, у них были изображения, кроме того, что часть людей, которые видели храм, еще вполне были живы. И уж, конечно, были рисунки, которые и было кого спросить. Поэтому изображение на монетах – вещь весьма достоверная. Это изображение фасада храма. Но, как мы обсудим в дальнейшем, не наружного, а более второго, более глубокого фасада. У второго храма было два фасада. У самого наружного фасада, крыльца, было две колонны. А мы видим второй фасад, более глубокий, который считался более важным, поскольку он ближе к святая святых. И поэтому эта монета, которую мы видим, это более дорогая. Четыре драхмы. В ней изображают более внутреннюю часть. А на другом монете, который, к сожалению, нет хорошего качественного изображения, изображен фасад с двумя колоннами. Это более наружный фасад, фасад крыльца. А тут мы видим не только, присмотревшись, не только четыре колонны фасада, но видим еще две важные подробности. Во-первых, мы видим вот это. Видите, что это такое? Это стол для хлебов предложения. Шулхан. Как мы скоро обсудим, в передней части храма было три важных богослужебных предмета. И вот это мы видим один из них, стол. Кое-что можем узнать о его форме. А вот это вот наверху, вот это, это золотая лоза, которая здесь видна довольно плохо, но мы тоже ее еще обсудим. Итак, это второе, еще дополнительный источник наших знаний о внешнем виде храме – это монеты. И дальше есть изображения, найденные в синагогах того времени. Чем дальше мы удаляемся по времени от разрушения храма, тем менее надежные и менее подробные изображения, все более стилизованные изображения храма мы видим. И, наконец, там лет через 500 после разрушения храма уже изображения не имеют никакой связи с реальным видом Иерусалимского храма. Прежде чем мы перейдем к обсуждению собственного устройства храма, мы еще должны упомянуть еще три источника, которые тоже для нас имеют определенное значение, хотя они не изображают храм, который когда-либо был в действительности. Это, во-первых, описание пророка Ихискеля. Пророка Ихискель, который пророчествовал в тот момент, когда первый храм уже был разрушен, а второй еще не построен, описывает некоторый идеальный храм. Принято считать, хотя это прямую там не написано, что он описывает будущий третий храм. Но отвлекшись от вопроса о том, что он будет ли третий храм именно таким, мы можем сказать, что пророк Ихискель описывает такой храм, который в его пророческом образе должен быть в будущем. Когда, вернувшись из Вавилонского изгнания, евреи строят второй храм, они строят его по образцу первому, добавляя в него ряд элементов, взятых из пророчества Ихискель. Об этом прямо говорит Мишна в четырех местах. Второе изображение, храм, которого никогда не было, это храм, описанный в кумрамских источниках. Те люди, которые жили в Кумраме, про которых мы не очень понимаем, кто это были такие, это были некие евреи неортодоксальные, некоторые секты, а может быть, евреи нескольких разных сект, которые удалились, потому что Иерусалимский храм казался им недостаточно правильным, они жили в пустыне, они описывали тот храм, который они хотели бы, чтобы он был, когда они считали правильным, чтобы он был. Он значительно больше похож на храм Ихискель, чем на первый или второй храм, которые нам известны, то есть примерно та же традиция значительности. Мы его еще коснемся. И, наконец, еще один источник, который описывает храм, которого не было в материальном мире, это книга Зор, которая в разных местах описывает некий небесный храм, архитектура которого, безусловно, с одной стороны связана с архитектурой первого и второго храма, но с другой стороны она другая, и эти отличия не случайны, и мы постараемся их коснуться. Итак, обсудили источники, давайте попробуем понять, какие же основные части. Самыми двумя основными частями здания храма во всех тех образцах, которые мы видим, является две. Это святая святых и эхаль. Я предпочитаю ставить слово и эхаль здесь без перевода, хотя, например, в книге мы перевели как по совету издательства книжников притвор, но мне кажется, что этот перевод больше запутывает, чем объясняет. То есть как бы с одной стороны более красивый русский язык, говорительный притвор, но в другой смысле ничего не помогает понять. Поэтому для того, чтобы не путаться, я предлагаю для второй части храма оставить название эхаль и никак его не переводить. Вообще слово эхаль, слово семитское, очень древнее, но известный закатского языка. Из языков ее означает большой, очень красивое здание, может и дворец. И вот это вот древнее семитское слово использует тоже, чтобы писать более наружную часть храма. А более внутренняя часть храма называется в некоторых местах святая святых, подышку дышим, а в книге Малахим называется двир. Двир. Это то же самое место. Итак, это более глубокая часть, более внутренняя часть храма в здании. Те же самые компоненты мы видим, как я уже сказал, и в храмах, и в еврейских альтернативных храмах Моции, и мы видим их в древнесемитских храмах типа Яндара, который я упоминал. Эти же две части мы видим и в Мишкане, и в первом храме, и в втором храме, и в Хискеле, и в Кумране, и где угодно. Поэтому это абсолютно важнейшая, основная часть храма. Что в них находится и что в них происходит? Глубокая внутренняя часть, которую никто не посещает совсем, или почти никто не посещает, я скажу вам это подробнее, это место, где у язычников была статуя Бога. У нас нету статуи Бога, поэтому что у нас там есть? У нас ковчег завета. Ковчег, в котором хранятся скрижали полученные Моше на горе Синай, хранится свитекторы, а сверху этот ковчег накрыт крышкой, на крышке находится изображение двух существ, который называется хирургин, не будем сейчас останавливаться на точном том, как именно они выглядели, но скажем так, что это два изображения неких существ, которые условно не являются богами, но которые заповедовано изобразить на крышке над ковчегом завета. И над этими хирургин открывается Всевышний в пророчественном видении тому, кто-то заходит. Кто-то заходит, заходит там, учитель наш Моше заходил в мешками, который был в пустыне, потом туда можно заходить только первосвященнику, только раз в году, и то он должен ничего не видеть, потому что что делает первосвященник, когда заходит? Он должен взять с собой благовония и угли. И первое, что он делает, зайдя в это внутреннее помещение, он кладет благовония на угли, поднимаются клубы дыма, так что он не видит, собственно, того, куда он зашел. То есть мы можем сказать, что основной посыл святая святых состоит в том, что то, что там есть, мы этого не видим. Во втором храме этот посыл делает еще один шаг. У нас уже нет Копчега Завета. Он скрыт, он спрятан. Разные всякие, несколько разных традиций о том, где именно он скрыт и где именно он спрятан, что с ним случилось, это там не важно. Для понимания концепции святая и святых очень важно, что Копчега Завета заходит раз в году в святая и святых, чтобы оказаться в месте, в котором ничего нет. И еще в этом месте он поднимает клубы дыма, чтобы не видеть того, чего там нет. Этот факт невероятно потряс свое время римлян. Первый нееврей, о котором мы знаем, что он попал в святая и святых в Иерусалимском храме был римский полковой из Помпей. Помпей занял Иерусалим примерно за 60 с чем-то лет до христианской эры. В результате гражданской войны между евреями он поддержал одну из сторон, данных в случае не важно. И когда его сторона победила, то он потребовал войти в святая святых храма, евреи пытались сопротивляться, этому не удалось, и он пошел. И больше всего его потрясло именно то, что там ничего не оказалось. А дальше есть две разные версии. В римске, например, Тацит, который евреев не любит, он довольно-таки ансимитский писатель, он описывает тот факт, что там ничего нет, как радостное открытие от Помпея. Помпей обнаружил, что у этих-то евреев в храме, а ничего и нет. Типа вот он смог обнаружить, какие-то, что у них на самом деле нет ничего. А в других, другие источники, и Флайбе, и другие авторы, которые не заражены этим ансимитским иностранным Тацитом, они описывают этот факт, что он потряс Помпея до такой степени, что он тут же сделал богатые подарки Иерусалимскому храму, он восстановил жертвоприношение, сразу же дал деньги на то, чтобы возобновить жертвоприношение в храме. То есть Помпея этот факт потряс положительную сторону. Так, святая святых, внутренняя часть, квадратная, даже кубическая внутренняя часть, это очень важная символика, он 20, в мешкане он 10 на 10 на 10 локтей, а в храме он 20 на 20 на 20 локтей, 20 в шейну, 20 в длину, 20 в высоту. Он куб, он совершенный, и в нем ничего нет открытого глазу. Это есть скрытое присутствие Всевышнего, которое надо верить, которое можно почувствовать, которое можно узнать, но его нельзя увидеть. Наружная часть храма, как мы сказали, называется Ихаль, и в нем находится несколько предметов. Три главных богослужебных предмета в храме. Это минора, это стол для хлебов и жертвенник, золотой богослужебных для воскурения благовония. Не я это придумал, а мудрецы придумали эту аналогию. Когда пророк Илиша, одна женщина хочет, чтобы пророк Илиша остался у нее дома, она делает ему комнату. И в этой комнате она ставит базовую мебель, ту мебель, без которой пророк не может обойтись. Какая базовая мебель в древнем времени? Стол, стул, лампа и кровать. Мы видим здесь лампу, мы видим здесь стол, мы видим здесь стул, потому что престолом Всевышнего является обчердоведа. Мы не видим в храме кровати, потому что бог Израиля не спит. В отличие от богов языческих, наш бог никогда не спит, поэтому не нужна кровать. У него есть стол, то есть мы построили, это аналогию проводят мудрецы, комментируя эту историю Целишника. Опять же, это не аналогия, которую придумали какие-нибудь нехорошие мченые, а вполне кошерная аналогия. Мы, в наружную часть храма является домом, квартирой для Всевышнего. Там стоит стол, на столе лежит хлеб, горит огонь. И мы приглашаем Всевышнего тамбы. Очень хорошо. Но в этой квартире есть один, несколько очень важных элементов, отличающих их от языческих храмов того времени. Пожалуй, наиболее ярким отличием является отношение к хлебу. В языческих храмах Вавилона был тоже стол, и на стол клали хлеб. Но этот хлеб клали свежий, вкусный. И жрецы этих храмов всячески делали так, чтобы верующие подумали, что Бог съел этот хлеб. Поэтому этот хлеб уносили незаметненько. И показывают, смотрите, Бог съел хлеб. Что происходит в Иерусалимском храме? Иерусалимский храме коллабир, священники торжественно несут хлеб, вносят его на каждый шаббат. Они готовили хлеб. Шаббат они кладут на этот стол, оставляют его там на неделю. Но какой придворный будет кормить царя недельным хлебом? Ясно, что оставив там хлеб на неделю, они демонстрируют, что Всевышний не ест этого хлеба. Бог Израиля не нуждается в хлебе, Бог Израиля не нуждается в лампе, Бог Израиля не нуждается в стуле и кровати, и тем не менее, и у него есть. Вот такой вот парадокс. Мы ему делаем вещи, которые ему не нужны. Мы показываем, что мы берем хлеб, который он не будет есть. Более того, отлежавший там неделю хлеб, в отличие от языческих жрецов, священники Иерусалимского храма также торжественно выносят на руку, никого не... Все видят, знают, что Бог этого хлеба не ел, и они его съедают сами. Это очень важное, торжественное мероприятие. Священники съедают хлеб, пролежавший неделю в... Так пишет один из коинов, книжник говорит, и мне тоже достался, каждый достался маленький кусочек в величиной. с маслинку. Как же остался, крошь, сербчик оттелек. Это священники. Еле только священники могли есть это. И получали по маленькому кусочке. Итак, символика внешней части храма, и халя, это дом для Всевышнего, дом, где живет Бог, который, дом, ему не нужен. И с которым прекрасно мог бы войтись, и тем не менее он в нем живет. Это очень важный момент. После того, как мы описали две части, которые есть всегда, основную сниметку, есть еще одна часть, которая есть всегда. Во всех храмах, которые мы описали, третьей компонентом является двор, а во дворе жертвенник. В отличие от многих храмов разных народов, все храмы, которые мы описали здесь, и еврейские, и родственные, и нееврейские храмы, жертвенник находится снаружи храма, и двор является очень важной составляющей частью храма. Храм не полон без двора. В одной из следующих лекций мы обсудим это соотношение между жертвенником и храмом. А пока просто констатируем, что обязательной частью устройства Иерусалимского, всех этих храмов, является двор, посреди которого стоит жертвенник, на котором происходит жертвоприношение. Вернемся к своему зданию храма, и скажем, что кроме обязательных частей, которые были во всех этих храмах, есть еще не обязательные части, а именно первая такая необязательная часть – это портик, портик, крыльцо. Опять же, множество переводов этого здания, этой части здания, предлагаю здесь оставить оригинальное еврейское название – улам. Итак, перед теми частями, которые были в мешкане, настраивается еще одна часть, которой не было в мешкане, которая не была в пустыне, а именно портик. А поскольку его не было в мешкане, в Торе про него ничего не написано. А раз в Торе про него ничего не написано, то там ничего не происходит, потому что про все вещи, которые сказано, что надо делать, сказано, что надо зажигать минору. Сказано, где надо зажигать минору? Сказано, что надо воскулять в Болгавонье. Сказано, где воскулять в Болгавонье? Надо приносить мясные жертвы. Мясные жертвы приводятся снаружи во дворе. А про Улам ничего не сказано. В нем ничего не происходит. То есть перед фасадом Эхаля, который мы видели на монете с четырьмя колоннами, есть еще один как бы крыльцо, у которого нету богослужебной функции. И это крыльцо унаследовано тоже от древнесемитских храмов. То есть в тех храмах, например, в Айдарии, в древнесемитских храмах в Сирии и в окрестностях обязательно есть кто-то крыльцов, у которого нету богослужебной функции. А впереди крыльца, или частью крыльца, вот это интересный вопрос, тема для спора, еще одна часть, которая тоже унаследована древнесемитских храмов и тоже отсутствует в описании Мешкана, но присутствует в первом храме, это две огромные колонны – Ехин и Буат. Давайте мы сейчас скроем картинку реконструкции первого храма, понимая, что это реконструкция. Сейчас, одну секунду, сейчас все открою. Вот, видно? Да, все видно. Значит, здесь мы видим устройство первого храма по одной из версий того, как это можно понимать, это описание. Итак, мы видим внутри святая святых, которого к общерам завета. Мы видим помещение Ихаля, в котором находится золотый жертвенник Минора и стол для хлебов. И крыльцо, и улам с двумя колоннами. Из описания в книге Малахин нам остается непонятно несколько вещей. Например, есть ли у этого здания крыша, у этой части здания. Здесь нарисовано, как будто бы она есть. Но это совершенно не очевидно. Часть комментаторов и часть ученых понимают, что она есть, а честно, что ее нет. Есть ли у нее боковые стены? Это тоже ниоткуда не следует. Здесь вот нарисовано здание со стенами и крышей. Другие люди понимают, что у этого части не было ни стен, ни крыши, или только стены без крыши, или только крыши без стен. Это, в общем, остается на понимание комментариев. Мы до сих пор этого не знаем. Второй вопрос, который остается открытым. Вот эти колонны, которые, по-видимому, имели какое-то огромное значение для наших предков, которые мы не понимаем, к сожалению. Все комментаторы остаются в задумчивости, пытаясь понять, почему же так важно было поставить эти колонны нашим семитским предкам. И потом царю Шломо, и всем людям, продолжавших молиться в первом храме, почему-то были очень важны эти две колонны. Их символика, к сожалению, утрачена. Но про них мы не понимаем тоже важной вещи. Мы не понимаем, были ли они, стояли ли они отдельно, впереди у лама, или они были частью у лама, так как нарисована эта картинка. Ну, есть основания склоняться к второй точке зрения, в том, что они были частью, частью фасада, а не впереди. Но этот вопрос остается открытием. Во втором храме уже не было этих двух огромных колонн. Кстати, они были, в первом храме не были медными. А вместо этого есть изображение на у ламе, на основании изображения на этих монетах. Ну, понимаем, что на у ламе были на весу как бы вырезаны, выгравированы, каким-то образом нанесены изображения двух колонн, хотя колонн уже не было. То есть память о них осталась, колонн уже нет. Это еще одна часть. И давайте я выйду из картинки пока что. Так, наше время, нет, не очень много времени, но я все-таки постараюсь уложиться. Относительно второго храма. Второй храм сохраняет все традиции оформления. То есть у него тоже есть, чуть-чуть меняются размеры, но незначительные. Размеры в длину и ширину второго храма были такие же, как первым. Меняются размеры в высоту, меняется соотношение немножко между частями храма по высоте. Небольшие отличия. Но тоже есть святая святых, тоже есть и халь, тоже в содержании халя, тоже есть в кулам. И, как я сказал, уже нет колонн впереди. Важно еще коснуться внешнего оформления фасада. Я вот это поспешил закрыть картинку. Я вам ее сейчас верну. Верну картинку. Вот посмотрите, вот эти косяки. Косяки этого здания, этого входа. Это тоже очень важный элемент оформления, сохранившийся потом и из первого храма, перешедшего в второй храм, а оттуда попавший в оформление, например, многих древних синагог. То, что написано в тексте Млахим, многие века было загадкой. И там написано, что вход в здание Вейхаль был четырехугольным, а вход святая святых был пятиугольным. Ну и многие мучились, пытаясь представить себе пятиугольное здание, пятиугольную дверь, как-то, конечно, это невозможно представить в себя, или другие какие-то объяснения. И только в последние годы, благодаря археологическим открытиям найденных в Тель-Каяке, можете как-то отдельно обсудить, сейчас нет времени, где были найдены очень древние изображения фасада храма, изображения практически современные, изображения времен царя Шломо, мы поняли устройство вот этих косяков. Эти косяки были, это, видите, самый нижний косяк, самый глубокий, он как бы погруженный, самый узкий, вокруг следующий более широкий, следующий более широкий. Вот так вот четыре косяка, внутри косяка на входе в Вейхаль, такие же пять были на входе в спятая святых, то, что более важно, а такие же три были на окнах храма. То есть окна храма была в три ряда, в Вейхаль четыре ряда, а в святая святых пять рядов. Это очень древний символ, его находят на храмовых зданиях, которые старше Иерусалимского храма на многие тысячи лет. То есть это очень древний символ, даже не только синицкий, а и сапотамский уже, входящий в шумерскую древность корнями, который означает, означал для людей священное здание. Вот так вот означало дверь в священное здание, в храм. И поэтому, чем больше этих косяков, тем выше значение этого здания. Окно самый нижний уровень, вход в Вейхаль – второй уровень, вход в святая святых – третий уровень. И вот этот символический элемент сохраняется в втором храме, но с отличием. В втором храме он уже не со всех сторон дверей, а только сверху, над входом, вот эти вот балки над балкой мы встречаем во втором храме. И еще один элемент оформления второго храма – это золотая лоза. А над вот этим главным фасадом, не наружным фасадом, а над более внутренним главным фасадом, с надходом в Вейхаль, висела золотая лоза. Почему мы знаем, что она так важна? Потому что ее все описывают. И Мишна, и Флавий, и Тацит. Подчеркивают это вот значение этой золотой лозы. Тацит сделал сюда вывод, что евреи – алкоголики, и для них вино – это самая главная вещь, поэтому они повесили виноградную лозу над входом в храм. Но если не делать выводы, что евреи – алкоголики, то придется сделать какие-то другие выводы. Это была очень важная часть оформления, которая очень хорошо запомнилась в народе. Люблю из картинки. Последнюю вещь, которую я хочу с вами обсудить – это вопрос соотношения осей зрения. Как мы только что обсудили, у храма единственный вход. Есть только один вход в храм. Мы входим в Улам. Из Уламов – Ихаль. Из Ихалев – Ходос Кудашим. Одна дверь. Никогда нет никаких боковых дверей в храме. Так же устроен и Мишкан. Один вход в Мишкан и Швейтарь Святых. Так же устроен и второй храм. Вокруг имеется двор. У двора в Мишкане единственный вход. Кстати, я забыл сказать, это тоже очень важный элемент. Храм всегда повернут лицом на запад. Это тема для отдельного разговора. Кстати, я хочу его этой теме посвятить в свое выступление на презентации нашей новой книги, которая состоит с Божьей помощью в Хануку 26 декабря. Вопрос направления молитвы. Но пока скажу только одно, что направление молитвы в еврейском храме всегда лицом на запад. В чем символика? Символика в том, что мы не кланяемся светилам, которые стоят на Востоке, мы не кланяемся ни Солнцу, ни Луне, ни звездам, а мы вместе с Солнцем, вместе с Луной, вместе со звездами кланяемся Всевышним. Человек и светило совместно служат Всевышнему. Поэтому молитва на еврейском храме лицом на запад. Итак, вход сюда с Востока, один вход во двор, один вход в здание. В первом храме один вход во двор, один вход в здание. Что происходит во втором храме? Один вход в здание, множество входов во двор. Мы уже упоминали, что по разным источникам, по разным местам внешне входов в храм и двор от 7 до 13 ворот. Есть, конечно, главный вход, норовые ворота, восточные ворота, они, конечно, главные, они выделены особенным материалом, особенным видом и так далее, но есть еще в их входах много, то есть окружаются боковые входы. Но в храме все-таки один остается. Вокруг есть еще храмовые гора, у которых тоже много входов. А что мы видим в храме Хискеля? Сейчас картинку. Вот картинка. Видим, что в храме Хискеля вход в храм единственный. Но храм окружен внутренним двором, и в него три входа с трех сторон, и он окружен наружным двором, в котором тоже три входа с трех сторон. Тем более поменяется. Эта же картина, сейчас не буду уже, не заинтересовывая, не показывать вам схему храма, описанного в храме, в нем тоже входы со всех сторон. И мы видим, что если и Мишкан, и первый храм, и второй храм полностью, они всегда вытянуты вдоль, вытянуты вдоль по оси восток-запад и уже по направлению север-юг, то в храме Хискеля появляется квадрат. Сам храм по-прежнему вытянутый, внутренний двор вытянутый, а наружный двор квадратный. И так появляется новая символика. Как я считаю, с этого места уже мое предположение, как я считаю идеи этой символики многих входов против одного входа и вытянуты против квадратного. Вытянутая форма с единственным входом это диалог. Человек входит в храм, он стоит лицом перед лицом Всевышнего, он разговаривает с Всевышним, всего остального мира для него как бы нет. Зашел в храм, обращаешься к Всевышнему, услышу Всевышнего. Картина с квадратом, с входами с боковых сторон подключает внешний мир. Это уже не просто я и Бог, а это весь мир, я и Бог. Или я вместе со всем миром, мы предстоим Всевышнему. Поэтому в этих поздних эсхатологических картинах и в Ихискеле, и в Кумране мы видим вот эту квадратную структуру с множеством входа. В книге Зор эта символика поднимается на новый этап. В книге Зор мы уже слышим о Хейхале, который есть вход с боков. Хейхаль, небесный Хейхаль, который описывает Зор, в него можно войти с севера, с юга, с востока, чего никогда не могло произойти. А в одном месте, особенно уж в Зоре, появляются шесть входов. Здание, которое можно войти с четырех сторон, а также сверху и снизу. Это такая трехмерная картинка, совершенно мистическая. Но ясно, что Зор пытается нам сказать нечто о том, что уже это не диалог человека с Богом только, а старается внести в эту картину весь окружающий мир вплоть до того, что уже в трехмерном пространстве. чтобы я не... По-моему, я основные вещи, которые собирался сегодня сказать, успел сказать, и я думаю, что вот это время начать отвечать на вопросы, если таковые накопились. Самый лучший способ это включить микрофон тому, кто хочет задать вопрос и озвучить свой вопрос. Это самое правильное. Господа и дамы, мы как бы ждем минуту. Если вопросов нет, то значит их нет. Мэр, добрый вечер. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, а мы будем говорить о других храмах более подробно об Аратском храме, о храме Балисандрии, как-то это затрагивать будем или нет? Просто шутка. Ладно. Ну, скажем так, я не собирался именно вот эту археологическую часть специально учить, но если будет такой запрос, то вполне можно сделать. Вкратце можно сказать одно. Они построены по тому же принципу, что и русалитский храм. Там те же составные части, в том числе части, которые я не касался. Например, еще одна часть, важная часть в первом храме, которую я не упоминал, это боковые служебные помещения, яция. Это помещения, окружавшие храм сзади и сбоку. Вот эти служебные помещения мы тоже находим в этих малых храмах. Они были намного меньше размеров. У них были те же составные части, святая святых, и халь, кулам, колонны на входе, двор и жертвы на дворе. Все повторяется. Я не настолько большой специалист про фиологию, чтобы сказать вам больше этого. Это, пожалуй, основные вещи. А крови им там были хлеба? Если их были, то о них ничего не осталось. Все эти помещения были разрушены, они были разрушены евреями. Как мы знаем, праведные еврейские цари, первые Хискияу, Евшаяу, еще большие Шаяу, боролись с этими локальными храмами. Они их разрушали, они их оскверняли. Мы нашли в одном из таких храмов, мы нашли осквернение. Жертвенник переделан в туалет. Прямо сделан на месте жертвенника сделан унитаз. какой-то еврейский царь решил показать, что это место больше не будет священным. Это где мир? В каком месте? Боюсь сказать. Найду потом отдельно скажу. Не помню, в одном из этих храмов найден унитаз. Жертвенник переделанный в унитаз. Но суть в том, что они, конечно, разрушены. Даже если там были хирургим или стол, то они, конечно, не сохранились с тех пор. Я склоняюсь к тому, что хирургим там не было. Поскольку люди прекрасно понимали, что Ковчег Завета есть один. Ковчег Завета один, скрижали Моше, они лежат где-то, а это некая копия, аналог. И я не думаю, что они старались сделать копию полностью, они не пытались сказать, что это и есть скрижали Завета. Поэтому есть основания предполагать, что точной копии там не было. Хотя, конечно, я знать не могу. И описание этих храмов не сохранилось, да? Нет, все, что мы о них знаем из наших источников, что в Танахе и в Мишне и в Гемале упоминается, что да, у людей были локальные храмы, они называются, в Мишне называются Бомо, места, где люди служили Всевышнему и все, больше ничего не знаем. А все остальное это археологические находки. Вот Дмитрий Рупой. Ваше, я быстро задам вопрос, можно? Конечно, конечно. А, или, Михаил, вы хотите задать? Вы только не поделитесь. Почему не доверять так, не совсем понятно. Вот у них есть описание этого храма, как ты сказал с обходами. Я понял, что как-то ты не доверяешь этому, или почему такое отношение? Они безусловно описывают храм, которого нету, потому что они пишут о том, какой храм должен быть. Мы никогда не слились, чтобы Исей могли построить свой храм. Исей не считали, что надо строить храм в Кумране. Они сидели в Кумране и ждали, пока у них будет возможность построить храм хмош царих как надо в Иерусалиме, когда в войне сынов света со своими тьмой победят сына света, и они смогут построить свой храм. Поэтому понятно, что кроме того, оно еще и такое громадное, и храм там в 10 раз больше Иерусалима, громадное, невероятное здание, которое не было и не могло быть в реальности. Для нас он важен тем, что он показывает, что традиция, идущая Архистеля продолжалась. То есть идея более квадратного, более многостороннего храма жила в еврейском народе, и потом мы ее наберем проснувшись в зоре. Понятно. Спасибо. Да, Дмитрий. Вы постоянно ссылаетесь на разные исторические археологические раскопки, но археология и наука очень неточная. Сегодня они говорят одно, завтра откопают пятое, а вчера вообще было десятое. Можно ли, имеете ли вы как бы вот, может быть нужно добавлять, нам на сегодня кажется, что это был храм в Тимне такой-то, такой-то. То есть есть теория, есть вероятность. Это первый вопрос. А второй вопрос, тоже Равури Шерки, он категорически против того, чтобы читать кумранские свитки и верить в то, что там написано. Он говорит, там половина самаритянского пятикнижия, половина септуагинты. То есть как бы тексты мы не должны воспринимать серьезно кумранские, а рисунки вы воспринимаете серьезно храмом. Нет, там не рисунки, там только текст, там нет рисунков. А что значит воспринимать их серьезно или несерьезно? Думаю ли я, что они описывают реальный храм? Нет, не думаю. Более того, они этого не утверждают. Они утверждают, что они описывают некий храм, который будет в будущем. То есть если относиться к этому серьезно, то надо поверить, сказать, что да, вот эти люди в Кумране правильно предсказали будущее, которое будет через еще неизвестно сколько лет, и вот именно такой храм будет. Нет, я так не считаю, я не пытаюсь приписать им пророчество. Должны ли мы считать, что они были частью еврейского народа? Были, безусловно, частью еврейского народа, про это полностью никто не спорит. В этой части еврейского народа существовала такая традиция. Вот, что мы можем вычитать из этих текстов. Это направление евреев так представляли себе будущий идеальный храм. По-моему, это ничего не противоречит. То есть я не пытаюсь поднять их до уровня священного писания. Что касается археологов, то, конечно, все, что говорится в археологии, надо иметь в виду что это не точно. Но революция, которая произошла в археологии в отношении храма за последние 20 лет, невероятная. По состоянию, но 20-30 лет назад нам вообще ничего археология не знала об устройстве храма. Единственным источником был текст писания. Текст писания и текст Талмуда. В тексте писания, оставались непонятные слова. Вот эти злополучные четырехугольные пятиугольные косяки, которые сотни переводчиков мучились, пытались их описать, как-то понять, что же такое имеется в виду переводчиков, документаторов. И так объясняли, и всяк объясняли, и все эти объяснения были плохие и непонятные. Пока не пришел профессор Горбинкель, не нашел только я картинку, вот, вот смотрите, вот настоящий четырехугольный косяк. И все сказали, вау, теперь мы понимаем, как это выглядело. Он нашел вещь, которая лежала там со времен царя Шломо, даже может быть чуть старше, может на времен царя Давида. И вот эта вот штука, и никто не спорит, невозможно спорить, это действительно четырехугольный косяк, а когда еще выяснилось, что этому символу 5000 лет, то это стало еще более убедительно. Поэтому те находки, которые сделаны, они помогают нам понять текст. А если помогают понять текст, то они, то я не вижу, почему мы ими перейдем. И остались вопросы, остались вопросы, я их подчеркиваю. Первый вопрос про крышу Улама. Поскольку ни в одном из этих зданий не осталось крыши, то мы не имеем ни малейшего представления о том, как была устроена крыша Иерусалимского храма. А Писание нам тоже не считает нужным сообщить о том, какая была крыша. Мы не знаем, какая была крыша. Вот крыша у Мешкана мы знаем, какая была. Крыша храма мы не знаем. И археология нам тоже не помогла. Может, Энди поможет. Пока нет. Вот. Все? Исчерпали вопросы? Ну что ж. Спасибо. Добавайте, есть еще один вопрос. на всех схемах второго храма это уже показывается после реконструкции на храмовой горе Гордуса или это какая-то есть разница между вертой после Угландского пленения и после Гордуса? Хороший вопрос, на который нету простого ответа. Что мы имеем? Мы имеем Мишну, которую мы имеем в Флаве. Флавий безусловно описывает перестроенный Гордусом храм. Поэтому но в Флаве не мы не уверены, что всегда во всем можно полагаться на Флаве. Например, некоторые места вот я не хочу тратить ваше время, некоторые места просто не сходятся. Например, там одна из дверей такая большая, что она не может быть такой большой. не помещается. Еще какие-то подробности. В отличие от Мишны, которая чрезвычайно тщательно относится к размерам. Поэтому, когда Мишна противоречит Флаве, у нас есть две возможности. Первая сказать, что Флаве все перепутал. Есть еще возможность теоретически сказать, что Мишна все перепутала, а Флаве молодец. Но кроме уважения к нашим мудрецам, это еще и не сходится с точки зрения практически. Поэтому этот вариант мне не нравится. А третий вариант сказать, что Флаве описывает здание Горбуса, а Мишна описывает здание до Горбуса. В одном, по крайней мере в двух вещах это по-видимому так. А именно в вопросе описания ворот храмовой горы Флаве описывает те ворота, которые мы знаем сейчас, которые сохранились, те, которые археологи нашли, которые можно показать, посмотреть, а Мишна описывает меньше ворот и не совсем там. Некоторые там, а некоторые не там. Поэтому очевидно, что Мишна описывает ворота храмовой горы до перестройки Орлуса, а Клавий после перестройки. еще один вопрос, еще один вопрос, в котором Мишна точно описывает храм до перестройки, это внешний вид. У Мишни храм белый, сделан из русалимского камня, и его еще белят регулярно, белят белилами. А иерусалимский храм Флавия, Орлусовский, и это упоминается в Талмуде, он покрыт мрамором, и он не белый, он синий-зеленый, переливающийся. Поэтому, например, вот то здание, которое мы сейчас видим на реконструкции, с точки зрения оформления, просто неправильно, поэтому это по всем параметрам, это точно неверно. Я сейчас посмотрел на него и увидел, что на нем наружным фасадом сделано то, что является более внутренним фасадом. Наружный фасад вот этой конструкции списан с монеты в четыре драхмы, а это был более глубокий фасад, ну, это очень много доказательств. А самый наружный фасад имел две колонны, так же, как у нас следует от первого храма. В таком вопросе это неверно. Теперь, в том, что касается цвета, он как бы описывает по цвету это изображение, изображает храм до перестройки он делает. Хотя ордовский, как я сказал, был цветным. И этот калму тоже описывает, что он был похож на море переливающийся. А вот в том, что касается устройства двора, например, всех этих помещений, вот эта реконструкция тоже опирается на Мишну. Но, например, в насыщении двора, по-видимому, Мишна и Флавий довольно хорошо сходятся. отличия, если были, не очень важны. Так что, я думаю, что в Мишну строители этих реконструкций полагались и на Мишну, и на Флаве, и в значительной степени породили некий промежуточный продукт, к которому, как я уже сказал, надо относиться к изрядной доле осторожность и не считать, что это точная копия реальности. Спасибо, по-другому, Окей. Ну, хорошо, тогда дадим. Может быть, мы будем обсуждать это дальше, поэтому вы скажите, стоп, вот запрет на дерево в храме, а мы знаем, что и у Соломона дерево там было, и во втором храме там были кое-какие деревянные изделия, как они это делают? Прятали за кирпичами, что ли? Интересный вопрос, на самом деле, ну, начну и скажу, нет, я не собрался там обсуждать, но поэтому давайте обсудим это прямо сейчас. Тора запрещает сажать дерево. Вопрос интересный, где именно запрещать дерево? Понятно, почему она запрещает сажать дерево. Дерево это важный сакральный символ связанный с женским началом, неуместный, которого не должно быть в храме единого бога, а кроме того, дерево в храме есть. Это минора. Минора это дерево, которое одновременно не дерево, оно по форме дерева, при этом оно металлическое. это что касается, поэтому Тора запрещает сажать в храме дерево, по-видимому, но внутри дерева, внутри минора дерева. Да. Можно ли стоить из дерева вещи, части храма? Наши, в Талмуде этот вопрос обсуждается, дискутируется, вывод такой, во-первых, мы знаем, что они там были, поэтому из того, что поскольку мы не можем себе представить, что царь Шламова поставил храм вопреки запредиторы, это не сходится у нас никак. Такую опцию мудрецы наши не предлагают. Из этого можно сделать то, что это можно. По-видимому, вывод мой взгляд такой, что запрещенным является дерево, которое похоже на растущее дерево. То есть поставить, скажем, деревянный столб, посредине двора. Это будет как бы дерево растущее и этого делать нельзя. А сделать деревянные балки или деревянные перекрытия или деревянные оформления и украшения внутри здания это можно, но хотя бы потому что это точно было. Так что по-видимому это можно. Ну что ж, спасибо всем. Надеюсь, что вам было интересно. Любой этот самый присылайте фидбэк, если есть какие-то замечания, что-то вам не понравилось, сколько мы еще будем общаться в 3 месяца. Всего хорошего. фидбэк, Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...